Столичная автоинспекция провела рейд «Трезвый водитель». Совместно с медиками сотрудники полиции выявляли автолюбителей, которые рискнулись сесть за роль в состоянии алкогольного опьянения. Останавливали всех подряд. Подозрительных просили пройти проверку на алкотестере, законопослушным дарили подарки. Леонид Чепелёв подробнее об этом. Кто вас задержали? Я не знаю, я домой зашёл, они за мной зашли и забрали. Он до последнего держался собственной версией задержания. Водитель москвича, что попал в поле зрения инспекторов Одинцовского ГАИ, ещё 10 минут назад был уверен, всех обвёл вокруг пальца. Но встреча с наркологом всё же состоялась. Было замечено транспортное средство, которое двигалось на нас. Не доехало где-то метров 40-50, остановилось. Вышел с водительской двери водитель. Мимо проезжало попутное транспортное средство. Он остановил, сел в это попутное транспортное средство и поехал в направление. Не избежал анализа крови и Игорь. Молоденький водитель по результатам продувки на алкотестере, казавшийся трезвым. Поведение молодого человека натолкнуло инспекторов на мысль о наркотическом опьянении. Ну знаешь, что-то показалось людям. А почему так долго? Что делали с вами? Протоколы заставляли. А сейчас туда везут? Никуда не везут, домой едут. Куда и ехал. Это машины? Нет, наверное. Таких как раз и ловили минувшей ночью инспекторы московского и областного ГАИ. В районе МКАДа на въезде в столицу каждый перекресток оказался под бдительным наблюдением офицеров, медиков и активистов-общественников. Тем водителям, которые ведут себя правильно на дороге и не пьют за рулем, вот такой номер, который подтверждает, что они действительно не пьют за рулем. Справедливости ради сказать, рамок было выдано в этот вечер больше, чем выписано протоколов задержания. Борьба с пьянцем за рулем сейчас в самом разгаре. Даже дисциплинированные и организованные водители такси знают, что их ждет проверка перед выходом на линию. И в случае чего корпоративный штраф всего лишь за сомнительное состояние здоровья с утра. Они стараются до такого не доводить. В моей практике такого не было, по крайней мере. Если человек чувствовал себя нехорошо, он просто на линию не выходил сам по себе. Всегда на этот случай есть замена. Вот и все. А это вообще наказывается каким-то штрафом? Конечно. За прошедший год на дорогах Москвы по вине пьяных водителей погибло более двух тысяч человек. Чтобы понизить статистику, в этом году сотрудники ГАИ только в марте проведут еще два подобных мероприятия. Ленин Шпилев, Артем Высоцкий, Сергей Хвойко. Вести. Москва.